Знаете, как можно купить iPhone 6s за 5000 в день его появления в России? Ответ прост. Soja.ru – это уникальный способ покупать. Делайте ставки на нужный лот, и если вашу ставку никто не перебил в течение 20 секунд, то вы победитель. На Soja вы также можете найти вещи для доты, ксго, любые игры по 200 рублей, а также игровые ноутбуки и консоли. Выигрывать еще легче с бонусными ставками. Используй промокод из описания и вступай в группу Soja ВКонтакте. И, кстати, аукцион без проигрышной. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Игорь Линк, и сегодня мы будем учиться играть за лайфстилера по гайду 2013 года. Здорово всем, сегодня я буду делать гайд, ну, на Мирану, посмотрим по пику. Кто-то из вас, наверное, подумает о, какой молодец, наверное, очень опытный парень, раз он решил посмотреть по пику. И вы будете правы, у этого парня уже не одна победа за спиной, не одна, а целых 13. Таки самое время начать записывать гайды. Более того, он настолько опытный, что когда пишет сообщение в общий чат, то пользуется шифром, чтобы противники не понимали, о чем он говорит. Хью, правые алфавитные кольца, установи их на... Да, знай, знай. Питер, Джон, пустите ток через алфавитные кольца по задним шифратам. По контуру, да? Да, Джоан, что было в последнем сообщении? Китчин. Китчин. Готово. Готово. П-получилось? Да! Ну что ж, персонажа он обещал взять исходя из пика врагов, и давайте посмотрим, кого же он выбрал. Короче, берем гури, сегодня я буду делать гайд на гури. О, отличный выбор. Это, наверное, потому что у противников много толстых персонажей, против которых отлично заходит лайфстиллер. А то у них одни имени. Ах, да, я совсем забыл, что ты тупой школьник. И, кстати, если наград сформится, то она будет трахать тебя по кулдауну своей сетки, которая пробивает твою первую. А теперь просто следите за последовательностью его действий. В качестве начального закупа он берет себе перчатку, чтобы пойти в медас и в ветку. Понятия не имею, что он будет делать с этим в лесу, наверное, оденет перчатку, возьмет в руку ветку и будет ею бить крипов. Потому что на первом уровне лайфстиллера без щитка или топорика могут убить даже крипы на малом споте. Более того, дойдя до леса, он возвращается обратно на базу, чтобы продать за 26 рублей ветку, которую полминуты назад он купил за 53. После чего он вернулся в лес и уже стоя в лесу купил себе танго, который даже не стал приносить себе курьером, потому что курьера-то и не было. И я даже не знаю, почему именно его не было. Потому что в команде 5 керрили, потому что игра проходила на лоу-приоре. Ну а теперь давайте посмотрим, как он справится с первым малым стаком крипов. Ты дебил! Короче, посрать. Да нет, не посрать, ты вообще понимаешь, что тебя убил малый лесной крип? Какие гайды вообще, о чем-то? Тебе не то, что с ботами, тебе с крипами нужно в отдельном лобби сражаться учиться. Ибо судя по тому, что сейчас произошло, даже лесные крипы смогут научить меня большему, чем ты. Дом, придурок, забросил игру. Так кто угодно бы забросил игру, увидев, что его лайфстилер с закупом из одной перчатки в лесу отдается малому крипу. Далее, несмотря на то, что он хотел собрать Мидас, он собирает себе ПТ. И ладно бы он собрал эти ПТ с использованием той перчатки, которая была предназначена для Мидаса, так как Мидас он же явно не успевает собрать. Так нет же, он собирает отдельно ПТ и при этом оставляет эту перчатку. То есть он в серьезной десятой минуте, имея 140 голды и перчатку, планирует собрать Мидас? О, отличный тайминговый Мидас к 18-й минуте. Да пока он собирал этот сраный Мидас, уже 4 человека из 10 успели ливнуть. И только на 20-й минуте я узнал, что, оказывается, в этом гайде участвует двое школьников. И куры, как всегда, нету. Да. А зачем курать человеку, который 20 минут фармит Мидас? Что он в ней носить будет? Он же следующий и там до конца игры нафармить не успеет. А мы выкраним. Игра была нормальная. Нормальная? Ты серьезно? Игра была нормальная. Игра была нормальная. Игра была нормальная. Хотя для него эта игра, наверное, и вправду была нормальная. Так как на нормальном приоритете он, скорее всего, провел только одну катку. Самую первую. А то, что вы сейчас видели, у него, наверное, каждую игру происходит. А во вражеской команде особенно порадовала Нага Сирена с арканами, которая шла в дифузо. Видимо, она собиралась раздавать ману себе и союзникам, и при этом лишать ее врагов. Ну и на этом на сегодня все, и я надеюсь, вам понравился выпуск, и вы не забудете тыкнуть лайк. Ну а в ожидании следующего выпуска можете глянуть новое шоу или заценить какой-нибудь из видосов на втором или третьем канале. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Игорь Линк, учитесь играть по правильным гайдам. Всем пока! Возможно, здесь идет 25 кадр. Субтитры сделал DimaTorzok